Солнце. Маленький поселок в Цельнинском районе Ульяновской области. Центральная улица плавно переходит дорогу до районного центра Большой Нагаткино. Год назад именно по ней и организовали пробег в честь Дня России. Мастер спорта международного класса Татьяна Егорова давно закончила карьеру профессиональной бегуньи. Но легкоатлетика в ее жизни по-прежнему на первом месте. Тренер детской спортивной школе. Она до сих пор практически каждые выходные участвует в пробегах. В поддержку своего любимого Цельнинского района пришла поучаствовать в первый раз. В том году не смогла, потому что мы уезжали в лагерь. А в этом году поддержка своего района, здорового образа жизни. 130 участников из Ульяновской области, Татарстана и Чувашии. Это на 30 больше, чем год назад на пилотном пробеге. Большинство участников – школьники. Для некоторых из них это первые крупные старты в жизни. Это, например, для них это самое начало спортивной жизни. Вот с этого начинается все. Когда я сам в деревне жил, у нас не было таких пробегов. Все говорили интересно. Вот давай до столба добежишь и обратно. Сколько километров было? Это не важно. От солнца до Большого Нагаткина 9 километров. Покрытие – асфальт. Спуски и подъемы минимальны. По меркам марафонцев расстояние небольшое. Всего на полчаса беговой работы. Первые километры участники бегут плотными рядами. Опытные спортсмены – бок о бок с дебютантами. Хотелось бы, чтобы было для примера, для подрастающего поколения, чтобы они не сидели прежде всего только за компьютерами, не бегали в подворотне за сигаретой или еще более серьезными вещами, которые портят человеческую сущность. Но ко второй половине дистанции участники прогнозируемо делятся на лидеров и аутсайдеров. Беговой пилотон возглавил 25-летний ульяновец Никита Степанов, подопечный тренера Натальи Шагиевой. На девятом километре он бежит так, словно только стартовал. Как бежится? Отлично! С горки самое то! Своего лидерства Степанов не отдал до самого финиша. А острое соперничество с главными конкурентами помогло ему установить рекорд пробега. Время прошлого года он улучшил на две минуты. Ну, очень хорошо, что проводят такой забег, где очень много народу собирается. И вот в основном с деревень приезжают молодые ребята. Прививают к спорту. Не обошлось без достижений и состязаний среди женщин. 25-летняя Галина Камалединова бежала под бдительным присмотром своего тренера Николая Малова. Финишировала в гордом одиночестве. Бежалась посложнее, чем в прошлом году, потому что темп вырос. Готовились усердно с тренером. Ну вот, в принципе, и улучшили результат на четыре минуты. Впрочем, проигравших за беги от солнца до Большого Нагадкина, как говорят организаторы, не было. Во-первых, каждый участник получил в подарок памятную медаль. А во-вторых, все приобщились к здоровому образу жизни. А это порой поважнее всех рекордов и достижений. Михаил Рассашанский, Новость Ульянской правды.